капуста основной продукт для этого блюда вырезаем из нее кочерыжку и нарезаем не мелкими кусочками. забегая наперед скажу, что мы готовим очень вкусное и экономное блюдо греческой кухни. я порезала пол килограмма капусты, одну крупную морковь натираю на крупной терке. одну луковицу нарезаю кубиками. сковороду разогреваю на огне больше среднего и добавляю пару столовых ложек растительного масла. в оригинале это оливковое масло. первым на сковороду отправляю лук. пассерую его помешивая недолго, буквально минуту, пока он не начнет становиться прозрачным. и вскоре добавляю к луку морковь. и дальше пассерую помешивая. морковка обмякла, добавляю капусту. снова обжариваю, перемешивая. какая-то минута, капуста улеглась. и я заливаю сюда граммов 100 кипятка. уменьшаю огонь до небольшого и оставляю тушиться под крышкой. минут через восемь возвращаемся к капусте, она уже хорошо обмякла. добавляю в капусте столовую ложку томатной пасты. также нам понадобится рис. я беру 130 граммов длиннозернистого риса. это три четверти 200 миллилитрового стакана. рис хорошенько промываем. промытый рис также идет на сковороду. из приправ добавляю немного черного молотого перца, лобровый лист, горошину душистого перца. и, конечно, посолим. солим по вкусу. я добавляю 1 треть чайной ложки. все хорошо перемешиваем на сковороде. и заливаю блюдо кипятком. кипятка беру граммов 250. накрываю крышкой и оставляю тушиться до готовности риса. обычно на это уходит минут 20. чтобы весь рис приготовился равномерно, минут через 10 я перемешиваю все продукты на сковороде. еще 10 минут и наше блюдо с интересным греческим названием лоханореза готово. по желанию в него можно добавить сливочного масла или зелени. лоханореза можно подавать как самостоятельное блюдо на вкусный обед или ужин, или как гарнир к мясу или рыбе. надеюсь, это простое блюдо из капусты вас порадует. напишите в комментариях, как оно вам понравилось. готовьте с удовольствием и не забудьте подписаться на канал. нажимайте на колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. спасибо всем, кто ставит лайк. будьте здоровы, пусть каждое блюдо радует вас своим вкусом. мы увидимся с вами, как всегда, в следующем вкусном видео.